Библейский портал экзегет.ру представляет Первое послание к Коринфянам, вторая глава в рамках библейского проекта «Экзегет». Я читаю свой перевод и его слегка комментирую. Итак, первая глава – приветственная глава, в которой, как обычно с Павлом бывает, он дает некоторую такую основную тему о том, что мудрость этого мира, мощь этого мира, она посрамлена Богом. Бог избирает что-то, что в этом мире кажется немудрым, несильным и делает его более значительным. И это видно в жизни коринфской общины, где люди, в общем, самые простые, ничем особенным не выделяющиеся, оказываются божьими избранниками, оказываются божьим народом. Во второй главе он расскажет немножко подробнее о том, как это получилось. «Когда я пришел к вам, братья, а ведь Павел действительно был тем, кто проповедовал Христа в Коринфе, когда я пришел к вам, братья, возвестить свидетельство о Боге, то пришел не с блистательными мудрыми речами». Ну, греческие ораторы, да, это огромная традиция, они произносят эти речи, учатся специально это делать. «Ведь я решил, что среди вас не буду знать ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого». «Распятого» для нас это как бы очевидно, да, распятие Христова на каждой, там, не знаю, церковной стене изображено, так или иначе. Но тогда вот это, смотрите, это отказ от каких-то риторических сложных построений, от какой-то глубокой философии, от даже демонстрации знамений и чудес, которые в жизни Христа были, и которых требовали иудеи, о чем в первой главе он сказал, иудеи ищут знамения о эллины мудрости. Да, вот ничего, 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 кроме его бессилия, кроме его смерти, кроме вот того самого главного, что он совершил. Вот часто спрашивают, что главное в христианстве. Традиции вековые, обряды сложные, опыт жизни святых, культура, которая выросла из христианства, изобразительное искусство, там, иконопись, я не знаю, храмовая архитектура, сложное богослужение. Павел говорит, только Христос, и притом распятый, значит, униженный, подвергнутый осмеянию, смерти, позору, и в то же время призывающий людей стать Божьим народом. Все остальное вторично, можно все остальное отпустить на волю, и оно потом само как-то организуется, устроится, вырастет. А вот главное это, то, о чем в христианстве, как ни странно, часто забывают о том, что в центре распятый Христос, а не что-либо другое, такое сильное, могучее, красивое, мудрое. В первой главе он, как раз, Павел говорит, что это все Бог упразднил слабым, безумным, но в его системе отчета более ценным, чем все, что есть в мире. Иисуса Христа, и притом распятого в немощи, страхе и великом трепете, предстал я пред вами. Ну, страшно же проповедовать, там, у него такие противники были, они не хотели, чтобы он это делал. Слова мои проповеди не убеждали в человеческой мудрости, но являли дух и его силу, чтобы вы поверили не в человеческую мудрость, а в Божью силу. Легко убедить конструкциями риторическими, построить сложную философскую систему, и она привлечет людей, но дело не в этом, в этом ценности нет. Нужно, чтобы они приняли, коринфяне, жители этого богатого, славного города, политического центра, столица провинции Ахайя, огромные истории, один из древнейших греческих городов, вот чтобы они приняли весть о каком-то маленьком человеке из Иудеи, который был убит жестоким способом и оказался сыном Божьим. Мудрость мы возвещаем среди совершенных, достигших какого-то высокого уровня, с ними уже можно об этих вещах говорить. Но эта мудрость не та, которая в нынешнем веке у правителей нынешнего века, ведь их скоро не станет. Правители, кто имеется в виду, ну, можно сказать, власти Римской империи, но дело не в политическом даже господстве, а в том, что, ну, есть властители дум, есть те, кто определяет интеллектуальный облик, да, это не обязательно политики, это не обязательно там императоры и его двор, это какие-то вот как раз философы, там, поэты, деятели искусства, вот они все правят этим веком по-своему, ну, и императоры тоже, но их скоро не станет. Люди смертны. Мы возвещаем мудрость Божию, сокрытую в тайне. Вот, то, что не всем открыто, да, и вот это понятие тайны, какого-то особого замысла, который раскрывается постепенно в истории, и который Павел заранее приоткрывает в своей аудитории, это понятие он будет постоянно здесь нам напоминать. Бог прежде всех веков определил ее к нашей славе, и никто из правителей нынешнего века этого не познал, а если бы они познали, то не распяли бы Господа славы. То есть слава – это, естественно, такое состояние, которого люди обычно хотят добиться, но это не просто известность, вот, прославленный там деятель культуры, знаменитый писатель, поэт, артист, не знаю, кто еще. Нет, дело не только в том, что вот человек, который многим известен, и которому, там, я не знаю, склонны верить, там, платят ему большие деньги за его творчество, или как-то еще. Нет, дело не в этом. Слава – это состояние, которое противоположено унижению как раз, да, вот, висящий на кресте, приговоренный к смерти человек, он предельно унижен, он далек от всякой славы. Но все это делается для того, чтобы мы прославились, чтобы мы оказались в каком-то особом почетном положении на первом месте. И мы, может быть, этого не понимаем, и не понимают, главное, правители, как раз те, кто определяет жизнь, а если бы они это поняли, не распяли бы Господа славы. Кому он это обращает? Кто виноват в распятии Христа? Вот спорят до сих пор. Понтий Пилат, в принципе, издал такой приказ, но он умыл руки, он сказал, я не виновен. Вожди иудейского народа, которые подговорили толпу кричать «распни», его и требовали этого от Пилата. Но не они же его убили. Римские солдаты, они всего лишь выполняли приказ толпа, которая кричала «распни», но мало ли что кричит толпа, она вчера кричала «оса», на сегодня «распни». И мы все время ищем, кто персонально ответственный. А Павел не выясняет. Говорит, правители этого мира, те, кто в этом мире, все решают. Неважно, политическая власть, римляне, Пилат, духовные лидеры, которые требовали этого, толпа, которая просто колышется морем туда-сюда. Неважно, те, кто принимают решение, они ничего этого не поняли. И вопрос не в том, на кого возложить ответственность, вопрос в том, какой выбор сделать самому. Принципиально важное решение. И дальше, если бы они познали, не распяли бы Господа слава, но как написано в Писании, естественно, цитаты, немножко измененные из книги Исаии, «Глаз не видел, и ухо не слышало, и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Вот это тоже очень интересная мысль, которую у Павла все время будет, мысль о необходимости удивления. Человек верующий очень часто ощущает себя знатоком. «Я вам сейчас расскажу, что там Бог даст нам, как он накажет грешников, как наградит праведников». А вот на ум даже не приходило, что он нам даст. Но, понимаете, это как подарок на Новый год, на день рождения. Всяко бывает, часто люди деньги друг другу дают, просто фантазии нет, а деньги всегда пригодятся, конечно. А вот когда в детстве, да, вот ты знаешь, что родители дадут какой-то подарок, и ты думаешь, а что это будет, какой-то, наверное, очень хороший подарок, и потом получаешь, и даже в голову не приходило, что такое может быть, да. Какая-нибудь там замечательная вещь. И вот в каком-то смысле такое же доверие Богу. Мы не знаем, что он даст, но мы точно знаем, что любит, и поэтому подарок будет. И вот вся наша мудрость – это попытки там чего-то добиться своими силами, что-то приобрести, каким-то вот таким способом, да, вот заплатить и купить, да. А вот тут в немощи, в слабости, в неразумии человек принимает от Бога подарок. Это и есть благодать, и мы даже не знаем, какой она будет. «А нам Бог открыл это в Духе, ибо Дух исследует все, даже Божьи глубины. Кто из людей может узнать сокровенное о человеке? Только Дух самого этого человека. Так и сокровенное о Боге не познал никто, кроме Божьего Духа». Ну вот слово «Дух» здесь, оно такое двойственное немножко. Оно обозначает вот некоторую внутреннюю сущность. В человеке есть Дух. И вот Дух этого человека знает все о самом человеке. Мы о других не знаем ничего. Ну, мы видим, как они себя ведут, что они говорят, понятным делом какие-то выводы, общаемся с ними. Но что у человека на сердце? Вот на самом деле, чего он хочет, как он себя ведет? Только Дух, то есть какая-то очень внутренняя глубокая составляющая. И Дух Божий, Павел здесь не говорит такими терминами более позднего, троического богословия, «Отец, Сын, Святой Дух», но он ясно утверждает, что есть некий Дух Божий, который только и открывает нам истину о Боге. И о Боге, которого мы не видим глазами и не слышим его голос с ушами, мы можем лишь как-то определенным образом догадываться. Эти догадки будут очень часто предположительно и ошибочны. Но если его Дух начинает действовать в нас, он может нам это дать. Что он и описывает, происходит в Откровении, дано в Евангелии. Но человек может принять Дух не только Божий, потому что духи разные. Вот он дальше противопоставляет. А мы приняли не Дух этого мира, но Дух, исходящий от Бога. И мы знаем, что Бог даровал нам. То есть в этом мире тоже есть какой-то свой Дух, он сейчас не уточняет. Хотя, ну, понятно, что это князь мира сего, что ничего хорошего от этого Духа нет. Но мы его в любом случае не приняли. И поэтому он пишет дальше. Наши речи не заученные слова человеческой премудрости, но учение Духа Святого. Ведь духовным подобает духовное. Либо можно перевести, духовное сочетается с духовным. Соответственно, люди, которые принимают Дух Божий, они им и научаются всему остальному. Не такое, знаете, учение, когда тщательно там сидишь, карпишь над книгами. Не пересказ красивых речей, но именно вот восприятие того, что открывается человеку в Духе. И дальше он противопоставляет Дух и Душу. Довольно редко это встречается в Новом Завете. Обычно как раз тело и душа, душа и тело. Но здесь он противопоставляет Душу и Дух. А душа, соответственно, как что-то такое психическое, что-то присутствующее в человеке, что-то относящееся всего лишь к его человеческой природе, а Дух – это уже нечто божественное. Итак, человек душевный, тот, который живет душой, но не духом, не принимает того, что дается Духом Божьим. Для него это безумие. Он не знает того, о чем можно судить, только духовно. А духовный человек судит обо всем, но о нем судить никто не может. Вот часто такого рода цитату берутся как оправдание. Я человек духовный, обо мне судить никто не может, мне никто не указ, я чего хочу, то и вытворяю. Но смысл здесь немножко иной. Не дозволенность, не безнаказанность, а как было сказано, вот Дух Божий только и может открыть некую истину о Боге. И человек, живущий в общении с этим Духом, он понимает что-то такое, чего остальные не знают, просто потому что это только Духом и открывается. И дальше. «Ибо кто познал разум Господний, чтобы советовать Ему, а нам дан разум Христов». Кто познал разум Господний, чтобы советовать Ему, естественно, цитата, тоже из Исаии. Понятно, никто, риторический вопрос. «А нам дан разум Христов». Что это такое, он дальше подробно объяснит в следующей, третьей главе. Но сразу такая заявка, мы что-то можем понимать не потому, что мы очень умные, а потому что в нас вложено некоторое разумение, которое, собственно, принадлежит Христу. Вот только в меру этой нашей способности. Ну и в третьей главе, конечно, надо будет объяснить, как это работает. Продолжение следует.